Ураган Мария оставил весь Пуэрто-Рико без электричества на 4-6 месяцев. С населением острова, а это 3 миллиона 400 тысяч человек, нет электронной связи. По словам губернатора Рикардо Розелло, Мария – самый разрушительный шторм, который обрушился на Пуэрто-Рико за последние 100 лет, если не за всю историю страны. По словам бойца UFC Анжелы Маганьи, во время удара стихии люди помогали друг другу всем, чем могли. Но на сегодняшний день территория нуждается в помощи по восстановлению инфраструктуры. На американских Виргинских островах введен 24-часовой комендантский час. Остров Доминика оказался практически разрушенным. 73 тысячи человек нуждаются в медицинской помощи. Из-за нехватки пищи и воды увеличилось количество мародеров. В отличие от урагана Ирма, о наивысшей мощности которого люди были предупреждены заранее, ураган Мария усилился с первой до пятой категории в течение нескольких часов, и поэтому население островов не успело подготовиться. Как считают климатологи, опубликовавшие статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, резкое усиление мощности ураганов до 50% может быть вызвано тем, что некоторые участки Мирового океана насыщены пресной водой. Напомним, что в июле 2017 года от ледника Ларсенце откололся участок площадью 6 тысяч квадратных километров. Как говорится в докладе ученых АЛЛАТРА НАУКА о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Что подсчитывает государство в первую очередь, исчисляя убытки, принесенные бедствием или природным катаклизмом, который произошел на его территории, число жертв, которое, как правило, занижается, и экономические убытки, которые, как правило, завышаются? Разве можно жизнь человеческую ставить на уровень вещизма, цифровой статистики? Это же человеческие жертвы, которых реально можно было избежать, по крайней мере, значительно минимизировать риски. Кто из нас хочет, чтобы мы или наши дети стали лишь цифрой в статистике? Никто. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас, как никогда, нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и Личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.